Привет! Приветствую всех! Всех с праздником! Ну, скорость сбора у нас сейчас маленькая. Собираемся. Привет! Инстаграм побеждает! Вконтакте. После этого эфира сразу будет ответ на вопрос, а как я вам обещала, лично для вас. С великой победой! Всех с праздником! Всем здрасте, здрасте, здрасте. Вот не знаю как, но Инстаграм у нас все-таки активный. Никуда не девается. Мои золотые. Алло, Бимки. Собираемся по чуть-чуть, потихонечку. Я вас категорически тоже приветствую. Привет из Махачкалы. Как ваше здоровье? Не дождетесь? Все хорошо. Ну, это такой ответ у меня бывает дерзкий. Маму мою пригласили в Махачкале. Школьники приходили. Если вы спрашиваете за историю моей мамы, как она связана, ей 80 лет с Великой Отечественной войной, все очень просто. Моя мама родилась в 42-м году и сложилось такие обстоятельства, что сразу ее всю семью взяли в плен. Они были в концлагере. И она выросла там до финала. Поэтому мама, она идет по программе «Дети-узники войны». Все ее старшие сестры там прожили, пробыли. Поэтому детская память ее очень, конечно же, сложная, жесткая. И несмотря на то, что это моя мама, и ко мне не имеет вроде бы никакого отношения, генетически, генетически, ну, каждый из наших, ну, всем ее детям, мы несли это где-то на подкорке. Потому что ее страх голода, он передался. Ее страх войны, он передался. Это страх насилия, страх вот этого всего было заложено. Поэтому сегодняшняя тема разговора у нас, конечно же, очень сильно с этим будет связана. Так, родные мои, я вопросы не читаю, здороваюсь с вами, я боком это все вижу. Но тема разговора у нас сегодня будет о войне, о бессмертном полке. Вот. Славянск на Кубани. Да, мама у меня как раз в Кубани. Она родилась на Хуторе и Адагум. Потом там жила, она жила на Кубани. Потом они переехали в Адагум, потом в Крымске, Краснодарского края. Вот. У мамы смешание крови греческой. По греческой линии она у меня Галина Белиди. А по своему отцу она у нас богославская Галина Федоровна. И вот эта русская девочка с греческими корнями, с кубанской кровью оказалась в 18 лет в Дагестане. Папа мой, Хадуев Магомед Хадуевич, влюбился в нее. И жизнь закрутилась. Родились три девочки. Светлана, Фатима и Аленушка. Вот. Мама больше 50 лет уже живет в Дагестане. И поэтому она у меня опылилась дагестанскими адатами, традициями. И поэтому все мы имеем внутри себя геном. И не важно, кто Аленушка, Лето, Дашенька, Резвашенька. Мы имеем все равно ту генетическую матрицу. Именно вот Кавказа. Это и воспитание, и отношение к родителям, отношение к взрослым, к жизни, к старшим. И я этому безумно рада. Вот. Поэтому у меня, помимо фамилии Хадуева, есть такие вариации на тему. Греческая белить. Русская, это там, гославская. Поэтому вот такие вот истории у нас и происходят. Все смешалось, все было разное. Греческая кровь очень сильная у матери. Так же, как и кубанская дерзость кубанских казаков. Вау! Вот. И все складывалось, конечно, сложно, потому что, если бы мы были бы на разборе у психологов, вот, конечно, бы они нашли очень много зацепок по всему. Не обращайте внимания, когда у меня там внук устраивает свои звуковые аффирмации. Это у него воспитание родителей. Весенок мама, весенок сын. Они очень хорошо ладят друг с другом и объясняют через повышение голоса, кому что надо. Вот. Кто там побеждает, это бывают разные истории, но такое происходит. Вот. Поэтому, конечно же, что касается нашей сегодняшней темы. Все мы, особенно выросшие в Советском Союзе, мы все хорошо знаем, что такое День Победы. День Победы, военные события, у нас своя история. Несмотря на то, что за последние 30 лет историю несколько там переделывают, достают какие-то факты, рассказывают уничижительную историю о русских солдатах, показывают о том, что какие были беспредельщики и все остальное. Но что такое понятие русский в Советском Союзе, это не совсем правильно, потому что нация, да, СССР, это был сбор, такой альянс многих народностей. Поэтому и дагестанцы, и узбеки, и таджики все были в одной, как говорится, когорте. И эта разная ментальность, она делала народ несколько смешанным и сильным. Раньше считалось, что метисы сами по себе очень здоровые, очень сильные, потому что из двух разных родов соединялись люди, и поэтому иммунитет был гораздо сильнее. Но теперь новые у нас трактовки, новые правила говорят о том, что только род в роду, который женится, тогда у него геном сильный, и это все хорошо. А смешание крови – это как раз размазывание энергетической матрицы и иммунитета. К иммунитету это не имеет отношения, потому что если мы возьмем так, что в одной семье растет ребенок, и он идет в садик, да, вот, когда он идет в другие соединения родов, он начинает заболевать. Только лишь потому, что у него идет перестройка иммунитета. Так вот, когда идет смешание энергии, иммунитет гораздо сильнее, это да, потому что он же имеет разные антитела внутри себя. Но генетически, может быть, по родовой ветке это имеет отношение, потому что идет уже стирание того рода, который был именно чистый род сам по себе. Мы туда не уходим. Мы сейчас на генетическую матрицу чистоты рода идем, мы сейчас говорим о немножко других вещах, о генетической энергетической памяти. Итак, у нас сложилась ситуация такая, что сейчас, вот, бессмертный пол, те люди, у которых даже не помнили своего рода и племени, пытаются найти у себя в роду кого-то, кто где воевал. И, конечно же, находим. Каждого у нас в роду тем или иным образом, ну, мы же родились, значит, у нас были те, кто в этот период времени жил уже, да, мы же не с воздуха появились, вот, инопланетяне нас не принесли. Обязательно, даже если есть те, кто сидит дома, не помнит своих родителей, по генетической линии обязательно были все те, кто жил, даже если не участвовал, но жил в период Великой Отечественной войны, Второй мировой войны. И на генетическом уровне у нас есть об этом в каждом из нас информация. Тем более, когда вы начинаете активировать свою память, искать своих предков, а вы их находите, потом внедряетесь в историю жизни своего предка, вы историю его жизни находите. И когда вы погружаетесь в это состояние, происходит что? Активация в вашей голове, в нашем мозгу, памяти об этом предке и, как следствие, эмоцию мы испытываем, мы проживаем эту ситуацию. Она бывает разная. И как сострадательная, потому что погиб, защищая Родину. Также горделивая информация, как гордость за то, что человек в нашем роду выжил, он был полководцем и все остальное. То есть у нас возникают внутренние эмоции, на которые мы ориентируемся. С точки зрения энергии мы поднимаем вибрацию той энергии, и она у нас начинает внутри крутиться. А концентрация 9 мая, вот этот весь Бессмертный полк, мы идем и что делает? Весь эгрегор всех тех людей, которые идут туда, показывают свои портреты, показывают о том, что мы помним, мы гордимся, мы благодарим. Вот эта энергия начинает еще больше усиливаться. И, конечно же, для страны это очень важный шаг, когда все в патриотизме находятся и укрепляются через благодарение, через веру все это. Теперь мы переходим к другой истории. Это раз в году, это день 9 мая, день памяти. Но что происходит? Очень часто люди говорят, почему в моей жизни такой пиздец, или почему у меня там это не получается, то не получается. Все хотя бы белыми и пушистыми. Вот белыми и пушистыми хотят быть, и чтобы у них была карпа абсолютно чистейшая-чистейшая, своя собственная. Каждая душа за себя отвечает. Но при этом все, мы хотим быть самодостаточными, самостоятельными. Только то, что вот меня касается, я же родилась, и я только за флешку своей души отвечаю. Но при этом все. А где-то, знаете, у нас же любят солянку общую, где-то сразу обращаются к родовой матрице. У меня род, у меня все то, все то, что есть. Так вот вопрос заключается в том, что когда вы говорите о том, что вы самодостаточные, красивые, самостоятельные, ваша карма – это только ваша карма. Но при этом начинаете говорить о том, что мой род сильный, великий или хреновый род, тянуть род, не получится-то. Любишь кататься, люби и саночки возить. Если ты говоришь о том, что твой род для тебя очень важен, о том, что в твоем роду были люди, которые защищали, героические такие все, прям важно, вы должны принять и другое. Значит, вы принимаете ответственность за карму того рода, который был. А они что делали? Они воевали. Это были условия жизни. А если они воевали, как следствие, они должны были что делать? Убивать. Поэтому, значит, есть в роду убийцы. И вот когда мы делим ситуацию на добро и зло, здесь возникает такое понятие. Немцы нападают на нас, убивают, то это зло. Наши защищаются и убивают немцев. Это добро, освобождение. Вот здесь и возникает ситуация. Если убрать немцы, русские, Россия, там, Советский Союз и все остальное, по факту остается одно понятие убийства. А убийство, правда, заключается в том, что правда эмоциональная. Нужен контекст. Почему это было намерение к этому, ко всему. А истина одна. То есть это было лишение жизни человека. Поэтому я вас очень прошу, не надо вот этих всех историй, связанных белые и пушистые, рот самый чистый и красивый. У каждого из нас есть определенная ответственность. Если вы берете свою жизнь как ответственность за рот, вы берете и то, что там было в роду. Понимаете? Но это не говорит, что вы взвалили на себя килограммы, там, тонны мусора или же там тонны вины и ответственности и сидите ждете. Нет. Это было, это факт. Хотите благодарить, хотите говорить о том, что это было плохо, ну, как кому-то стыдно там быть русским, там, и вот за ответственность. Это естественные процессы, которые происходят в мире, это военные определенные какие-то события. Так происходит колоссальная чистка кармы рода человеческого и государственного строя. Поэтому это естественный процесс, культивировать его не надо, уходить в состояние депрессивности о том, что в роду были убийцы не надо, о том, что сейчас кому-то приходится быть в роли жертвы не надо. Я вам это констатирую как факт. Он есть у каждого из нас. И поверьте мне, если я нормальному человеку, каждому из вас задам вопрос, вы готовы сегодня кого-то убить? И если кто-то скажет, нет, я даже мухи не обижу, это будет неправда. Вы очень опасный человек для своего рода, для своей семьи. Почему? Потому что это будет нечестно. Тогда вы позволяете другому человеку вмешаться в вашу жизнь и сделать насилие. Все должно быть в меру, все должно быть в балансе. Если вы мне ответите на этот вопрос, я не знаю, как я поступлю, это будет честно. Это будет честно. Почему? Потому что мы все генетически, генетически заточены подо что? Защищать свою семью, защищать свой род, защищать своих детей, матерей, родителей. И если в дом приходит кто-то с оружием, или приходит с насилием, никто из вас, я надеюсь, нормально, не сможет позволить малолетнюю свою ребенка изнасиловать. И будете смотреть, молиться или говорить, карма плохая будет, я буду молиться, боженька, что-нибудь сделай. Нет, нормальный одеватель, нормальный человек возьмет табурет и ебанет так, что мало не покажется. А какие последствия будут, мы уже не думаем об этом. Будет просто мы отгоним этого человека на место, посадим, в милицию там успеем вызвать, чтобы посадили, либо, извините, он сдохнет. Это нормальная человеческая реакция, которую у нас есть генетически защищать. Мы не можем не трогать никого, мы можем не идти с агрессией на кого-то, но когда возникают такие острые ситуации, мы, мы по своей сути, будем это делать. Нормальные люди. Конечно, есть люди, которые в этот момент времени слишком там духовные или начинают там медитировать, они могут закрыть глаза, потом совестью своей будут разбираться. Это их история. Наша задача сделать так, чтобы максимально жить таким образом, чтобы эти процессы в вашей жизни не касались. И у кого кармически вычищена, принята ситуация, отработаны эти ситуации, конечно же, будут обходить, они не будут попадаться на эти уроки. На эти уроки в обычной жизни, мы не имеем в виду такие операции военные, да, какие происходят в обычной жизни, не попадаются те, кто это проработал, а очень часто попадаются те, у кого это не проработано, кто убежал, родители чьи убежали от истории этого факта. Поэтому один из моментов принять просто понимание того, что в моем роду были и герои, в моем роду были люди, которые, может быть, испугались. Кто-то воевал, кто-то был убийцей, кто-то убийцей был не потому, что он кайфовал, ну, психически такое настроено, а вынуждены это делать для защиты своих же детей, нас с вами. То есть это естественный процесс. Когда вы это примете, когда вы это осознаете, и не будете заниматься самобичеванием, и на расстановках не будете оправдывать действия своих родителей или свои собственные, как страх от того, что кто-то там был убийцей, я сейчас жертва, тогда вам станет гораздо легче. Это было, это факт. Такое возможно. Если сегодня такое будет случаться, я не знаю, как я поступлю, но я поступлю в обережение своей семьи, своих детей. Это естественный процесс. Но это не говорит о том, что я буду постоянно стоять и ждать кого-то, чтобы кому-то по башке дать. Вот, тогда мы принимаем этот труд, тогда вот эта энергия того же бессмертного полка, она является как память, как дань тем нашим родным, которые вынуждены были. У них такая судьба была в это все окунуться. И я уверяю вас, не каждый из них хотел этого делать. Даже никто не хотел этого делать. Но тогда решалась судьба. Судьба стран, судьба мира, судьба рода человеческого. Поэтому с благодарностью за то, что это было. Но и не делать из себя беленьких и большинственников, что в роду этого нет. Это было, это есть. И это факт. Понимаете? На сегодняшний момент времени. Как это может отражаться? Если вы отказываетесь от родов, если вы пытаетесь каким-то образом вычеркнуть это все из своей жизни, вы играете в слепую, в самую проигрышную игру с собой. Вы автоматически попадаете на вот эту форму энергетического отрезания от своего рода и хотите что-то другое сделать. Не получится. Благодарность, приятие и выстраивание своей жизни согласно тому, как ваша совесть сегодня вам позволяет это делать. Как вы хотите это сделать. Но самое большое, что вам поможет в этой жизни, это то, о чем мы говорим с вами всегда. Это безусловная любовь. Не оголтелое вот это принятие родовая матрица, род и все остальное. Любовь и благодарность. Каждому в вашем роду за то, что было сложено такое древо, в котором вы родились. И родились для того, чтобы получить свой опыт, наполнить свою флешку. Флешку – это душа, да? Флешку – новым опытом и новыми знаниями. И развиваться дальше. Я понимаю, что зацикленность многих на либо героизме, либо на достоинстве своих предков очень часто приводит к нереализации высшей ответственности своей перед ними. Как они были такие, династийная особенная история. А я вот такая. Или же наоборот, всегда. А вот у меня дед был, у меня бабка там была, да? Это их достоинство. Самое главное, я вклад сделал в свой род именно такой. Я сделала вклад именно в свою семью. Такое, то, что я могла сделать. И без всяких обязательную эту тему. Вот. Поэтому, когда вы участвуете в этом бессмертном полке, когда вы вспоминаете предков, когда вы вспоминаете военные события, вы вспоминаете защиту своей страны, своего рода, вообще рода человеческого, вы должны поднимать. Некоторым образом вы еще и поднимаете эту тему. Так, инстаграм, проверьте, пожалуйста, есть ли звук. Есть ли звук, потому что у меня сейчас здесь было переключение на обновление. Вы абсолютно правильно говорите о том, что были не только герои, были предатели. Без предателей ничего не происходит. Были предатели, были очень жесткие предатели. Сегодня до хрена предатели. Очень много предателей сегодня. И они проявляются. Есть звук, спасибо вам огромное. Вот. Поэтому, вот то, что касается самой системы, любых выяснений отношений на государственных уровнях, хотите вы или нет, в роду были все. Не бывает. Баланс должен соблюдаться. Инь-янь, черно-бело. Все должно быть балансом, без перекосов. И в роду начинаются очень большие проблемы, когда все хотят быть белые и пушистые. Понимаете, очень много белого. Это будет, ну, все хорошие. Однозначно в роду появляются заболевания и интеллектуального плана. Дети рождаются для того, чтобы сломать гордыню вот этого перфекционизма, то, что у нас род самый охрененный. Все в балансе. Поэтому никто не будет говорить о том, чтобы в его роду было то-то, то-то, то-то. Ну, опять же, каждый из нас, рождаясь, может сегодня абсолютно точно помочь, если есть желание, это исцелить свой род, вложить исцеление в роду. Но, опять же, не сидеть, шаманить неделями, годами, да, или там курить, не резать черных, и выливать кровь, смазывать это все. Нет, мысли, чувства и свою жизнь выстраивать. Благодарение. Для тех, кому более понятно и легче будет. Танечка Веремеева, я твои сердечки вижу в ВКонтакте, они у меня просто ребят. Вот. Если кому комфортнее это сделать, абсолютно спокойно можете сделать. В ближайшее время. Сейчас у нас еще коридор затмений. Потрясающее время. С завтрашнего дня у нас начинается подготовка к лунному затмению. Лунное затмение у нас будет 15-16, вот в этот уже период, ярко работать. И оно у нас будет в Скорпионе. То есть, имеется, Луна будет в Скорпионе. Это как раз тот узел, телец-скорпион. И мы с вами говорили, что именно эмоциональная история. А Скорпион у нас поднимает сам по себе. Это смерть, это тайны, магия, секс. Это все, что касается таких энергетических вспышек. Бабах! Поэтому в этот период времени у нас будет подготовка. Все, кто участвует в триаде, все, кто хочет, присоединяйтесь. Кто в коридоре, можете сейчас же присоединиться к полнолунию и затмению. Мы это все доработаем. Ваши имена все у меня. Я поэтому практически с вами живу эти две недели. Вот. Можно будет сделать. Кто работает самостоятельно? Не, как сказать, не поленитесь. Возьмите, либо сходите. Кто воцерковлен, сходите в церковь, поставьте свечку за упокоение. Только отдельно скажите за упокоение рода, который тем или иным образом участвовал в военных событиях. Кто был причастен к убийствам, кто стал жертвой убийством, кто вынужденно был предателем, предателем, кто не справился с этим энергией, любви и все равно благодарности им. И попросите тонкий план, скажите, святые, я прошу лучшего места искупления роду моему ушедшему. Такое вы можете вкладывать. Все, кто принадлежит другим верам, буддистам гораздо легче. Они, безусловно, любовью принимают о том, что в роду бывают разные истории. И можно спокойно даже тоже о самой-самую простой мантру «Ом» или «Ом» на «Ом» проговорить специально, осознанно давая себе запрос о том, что это в память об ушедших родственниках, на исцеление и вклад в благодарность им. В исламе то же самое можно сделать. В исламе нет никаких там икон, нет ритуалики особой. Но есть охрененное включение азана, включение молитв, которые звучат, вибрация потрясающая. Но вы тоже можете любую молитву. Только сделать ее прочтением больше, 40 раз, 52 раза. Прочитать одну молитву сразу не останавливаясь. Для удобства, для комфортности можете, конечно же, зажечь свечу. Можете поставить благовоние. Они питают эфирные тела. А через эфирные тела у нас питаются ушедшие. Они любят этот аромат, как благодарение. Сделать это специально, сделать можете, напечь лепешки. И в этот момент, когда печете, вы Всевышнего просите об искуплении душ тех, которые участвовали в военных событиях, благодарением их. И раздайте эти лепешки с любовью и радостью. Таким образом, вашей душе станет гораздо легче. Вы будете осознавать, что ваш мозг будет осознавать о том, что вы сделали тот или иной вклад. Не просто «Горай, горай», там с плакатиками постояли. Но еще вот такой вклад сделали. С осознанием, что это значит для каждого из нас. Для каждой души, для каждого нашего поколения. Вот это можете сделать. И гораздо комфортнее сможете это все проживать дальше. Вот. Эмоционально. Вот этот у нас остаточек коридора затмения. Это с 9 по 16. Это неделька. Она эмоциональная такая, которая будет нас возвращать в прошлое. Очень часто. Туда, где-то что-то там было. И не бойтесь возвращаться. Смотрите, что было где-то сделано вами. Так или не так. Где было комфортно, некомфортно. Где было стыдно за себя. Полюбайте себя. Обратите внимание. Дайте на этот период времени своего воспоминания. Просто попросите Всевышний, тонкий план. Ангелов-хранителей. Боженьку. Кто, кому, неважно, кто во что верит. Выше разум. Спросите на тот момент времени, который вы вспомнили. Благодарность, энергию, любовь. Не надо там ничего корректировать. Вы все великими магами хотите быть. Визуализация. Тут поставил, тут расставил, тут вышел, тут дверь закрыл, зашел. Это отдельная работа, которая требует операционно-стерильных условий. Для этого нужно уметь готовиться. Потому что можно помешать и размешать все не тем образом. Понятно? Все это легко и просто. А день памяти, день памяти, глобальный день памяти, который сегодня идет, он, конечно же, очень важен и с точки зрения коллективного разума, коллективного эгрегора. Вот. И на этой энергии, на этой волне воспоминаний, тем более, все у нас внутри отзывается. Есть геномчик вот там в нашем магии, в этом, в ДНКшке. Очень хорошо проделать вот эту всю работу. Поэтому всех с праздником, всем хорошей-хорошей работы, всем благодарения своим предкам и родственникам. То, что нужно будет сделать. То, что вы можете сделать сейчас. Это я отвлеклась на комментарии. И еще могу сказать, у многих может быть сейчас какие-то эмоционально сложные, необъяснимые сны. Многим будет казаться, они будут видеть военные события. Многим будет казаться, что сейчас к ним кто-то приходит, предупреждает о том, что это будет. То есть будут сталкиваться с такой историей, как будто бы это у них через сны идет предсказательность чего-то. На самом деле это идет состояние того, что мы получаем из информационного пространства. То, что люди сегодня, вот это все во всем мире, поверьте мне, это мировая война с 1939 года, которая началась, все об этом думают, все об этом переживают. И она дает новую картинку, с учетом того, что вы же все это в современном мире живете. А мышление у нас имеет большую скорость, а эмоции у нас сейчас вообще на скорости света работают. Они моделируют нам картинки в нашем мозге. Конечно, можно говорить о том, что вы говорите о предсказательности, что война будет, ваш дом зайдет, все. Ну и учитывайте то, что это как бы программа полученной информации извне, как констатация, как проживание иной истории. Вот. Все ли места в Царстве Небесном одинаковые? Нет. У нас на Земле не все места одинаковые, правильно? Вот. Поэтому с праздником я сохраняю этот эфир для вас, чтобы он был именно тематический. А то на YouTube, когда я это перекидываю, мне говорят, вы там много чего говорите. Вы вообще читаете Директ? Да, конечно, Кирочка, я читаю Директ. Жаркий Узбекистан. Спасибо вам огромное. Вот. И ВКонтакте через минут 15 я выйду отвечать на ваши вопросы. Как и обещала. Инстаграм. Вы тоже можете, да, присоединяться? Подумаю, Дилбар. Да, конечно. Конечно, смотрел парад. Ему было это интересно, и я ему об этом очень много рассказывала. Любится, люблю.